В четверг начальник Черноморского отделения полиции Сергей Лишенко провел пресс-конференцию, чтобы подробнее рассказать о ходе расследования по делу, касающегося деятельности строительной компании «Диамант». Уголовное производство открыто по статье 190 «Мошенничество в особо крупных размерах». Речь идет о печально известных в нашей стране строительных аферах. В данном случае фирма «Диамант» продавала квартиры в несуществующем доме в селе Молодежном. Должна целиться с «Диамант», зная о том, что они не доведут до конца стройку, фактически не имели возможности ее провести до конца, эту стройку, и не вели ее, как так вы, собирали денежные средства от жителей нашего города и Одессы, Одесской области, якобы приобретение, инвестирование, приобретение квартир. Уже даже когда стройка была прекращена, даже тогда денежные средства они собирались, убеждали людей о том, что строительство будет вестись полным ходом. Во вторник руководству строителя компании «Диамант» было объявлено подозрения. В среду суд избрал меру пресечения фигурантом дела. Высокая избрана мера пресечения – арест, она помещена в следственном изоляторе. Ее мужу, как соучастнику преступления, избрана мера сегодняшнего, мера пресечения – это домашний арест. Сейчас в ходе следствия устанавливается все движимое и недвижимое имущество, которыми владеют данные лица, а также весь круг, это не последние подозреваемые, которые будут установлены, весь круг и еще будут подозрения. На сегодня уже установлено 17 эпизодов дела. Заявления от пострадавших инвесторов продолжают поступать. Сумма ущерба составляет более 4 миллионов гривен. Начальник полиции отметил, что нынешний прогресс в расследовании – это существенное достижение. Обманутые инвесторы строительной компании «Диамант» надеются, что в конце концов справедливость восторжествует. Мы внесли первый внос еще в январе 2014 года. Полная сумма, мы стопроцентники оплатили полностью, выкупили квартиру – это 33 180 долларов. Все 4 года нас водили за носом, нас кормили байками. И в итоге, когда мы приходили последний месяц уже в офис и пытались как-то узнать правду, что наконец-то происходит, как выплыла история, что земля не является собственностью «Диаманта», ничего не строится. Нам было сказано, что мы не инвестора. Нас открепили по желанию Светланы Васильевны. Мы вообще никто, нас скрыли матом, нас били, в нас бросались, нас не пускали в офис. Мы никто и деньги нам возвращаться не будут. Мы очень надеемся, что она все-таки понесет свое наказание, что справедливость восторжествует, что наше дело будет примером всем, кто пытается нажиться на нашем народе. Она будет сидеть, она будет отвечать. И мы надеемся, что все, кто с ней был связан, все понесут наказание. И все-таки своими силами мы будем объединяться дальше и постараемся достроить наш дом, чтобы наши дети имели квартиры. Уголовным кодексом Украины за мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. На сегодняшний день расследование продолжается. Точку в деле поставит суд.